Сейчас к нам подошла Алена Шляпникова. Не буду называть компанию, в которой работает Алена, сейчас она сама расскажет, где она работает. Небольшая предыстория. В 2009 году мы проводили интернет-марафон в городе Ярославль. Тогда Алена как раз была соорганизатором в городе Ярославль. Все мероприятие было посвящено Твиттеру, так как Алена непосредственно занимается продвижением в социальных медиа. Алена, знаешь, что совсем недавно ты перебралась в Москву и, по сути, открыла свой бизнес в городе Москва. Расскажи об этом немножко поподробнее. Почему, зачем, какие были предпосылки, тесно, может быть, было в Ярославле, либо что-то еще? На самом деле, да, действительно было тесно в Ярославле. И когда нужно развивать рынок, нужно его развивать уже учаясь здесь. То есть, понятно, что основные знания, они как бы скапливаются непосредственно в Москве, да, основные мероприятия проходят в Москве. И очень сложно мотаться. Поэтому, по сути, как бы мы давно планировали открыть эту компанию здесь. Фактически, это веб-студия, которая занимается строением и, соответственно, продвижением, да, и СМО в том числе. Вот, но благодаря Кибарифу, который прошел в апреле, фактически мы определились с партнером, который является у нас сейчас директором по развитию Дмитрий Алексеев. И, соответственно, открыли, вот, буквально в начале месяца уже в Москве Red Rock Labs. Вот, поэтому, в принципе, это то же самое, то же самое дизайн-арт, только он уже, как бы, московский, только он уже немножко поменял направление, да, ушел от каких-то стандартных рекламных решений. Именно вот занимать сейчас планируемую нишу, которая, как бы, СМО, да, продвижение и, соответственно, сайтостроение. Но, на самом деле, еще открою маленький секрет, одно из главных направлений – это будет развитие приложений, флеш-приложений, мобильных приложений для компаний и для соответствующих сервисов. В Москве колоссальная конкуренция. И вот открывать веб-студию – это, по сути, риск. Причем, очень большой риск. Существуют лидеры, да, на рынке, там, Грейп, АДВ, которые занимаются не только разработками веб-сайтов, да, но они сегодня уже предлагают комплексное и продвижение, и комплексное создание всего, чего угодно в интернете. Страшно или вот почему… вот сложно ступать по этому пути вот так вот потихоньку? Есть ли клиенты, где их вообще выберете и как собираетесь вообще их находить? На самом деле, как бы, было действительно страшно, очень долго все это просчитывалось. Разумеется, риски есть и риски большие, но, опять же, если сравнивать, ну, говорить о большом рынке, допустим, сейчас на СМО, да, да, действительно, компаний много. Но все, во-первых, они работают в разных ценовых категориях, да, то есть есть определенные минимальные бюджеты, за которые компании берутся. И, соответственно, то есть как бы мы, ну, точно не соперники там не грейпу, да, в ценовых каких-то, и уж тем более, как бы, вот когда комплексное, да, решение, то есть все-таки их не так много таких агентств, вот, все-таки предлагается какое-то отдельное направление. Вот, конечно, как бы есть, да, передовики, что называется, революционеры в этом плане, вот. А что касается клиентов, не буду открывать секретов, откуда у нас идут клиенты, но клиенты уже есть сейчас, это два крупных клиента, более чем крупных. И я не буду называть пока их имен, потому что, как бы, сейчас проект в разработке, мы буквально вот с Дмитрием вырывались сюда, потому что времени катастрофически не хватает, даже вот, чтобы выехать в другой город сейчас. А вот, например, почему все-таки Москва, а не Санкт-Петербург, вроде бы тоже крупный город, много людей, много компаний, большие бизнесы, или все-таки Санкт-Петербург более спокойный и закомплексованный город? Санкт-Петербург так вообще не рассматривался, здесь дело даже не столько в городе, сколько, на самом деле, в возможностях и в инвестировании. То есть те люди, которые инвестируют сейчас в нашу веб-студию, они находятся в Москве. Вот, и, как бы, здесь, скажем так, 50% сыграло вот именно то, что это будет здесь и сейчас, и именно в таком размахе, в котором это сейчас имеет место быть. Это, вот, пока Москва. Вот, я, как бы, ничего против Питера не имею, Питер действительно рынок, который развивается очень активно, и, наверное, скорее, даже здесь было бы интереснее открыть студию, да, и заниматься этим здесь. Но пока, увы, как бы, вот, финансовая, вот, когда строится компания, да, как бы, финансовый этот упор, к сожалению, он... А вот СМО в Санкт-Петербурге, рекламные агентства, которые занимаются продвижением социальных медиа, они вообще существуют? Да, я специально смотрела, буквально перед тем, как поехать сюда, насколько вообще на рынке есть агентства, которые этим занимаются. И по сравнению с регионами, здесь очень много агентств, которые занимаются продвижением социальных медиа, пусть они не называют это СМО, да, но вводят это как услугу в своих агентствах. Разумеется, как бы, о качестве, там, о чем-то говорить рано, потому что, как бы, нужно смотреть кейсы, они все их выкладывают. Но я думаю, сегодня со многими познакомимся непосредственно на мероприятии, пообщаемся, и уже можно будет сформировать какое-то уже более определенное мнение. Хотя, опять же, без статистик каких-то сложно. Но то, что рынок развивается, растет, это безусловно. Ты находишься по другую сторону, точнее, ты работаешь на клиента. Да. Несколько времени назад я брал интервью как раз у компании, которая, наоборот, занимается тем, что сама себя продвигает в социальных медиа. Вот вы находитесь по разную сторону баррикад. Мне как раз-таки представитель компании сказал, что да, они сейчас активно работают в социальных медиа, там у них Twitter, Facebook и так далее, ВКонтакте, группы различные существуют. Пока они видят от этого имиджевую отдачу и не более. Вот скажи, ты в СМО все-таки видишь бизнес-компоненту или это пока только имиджевая часть? Честно, мы не делаем акцент сейчас именно финансово на это направление. И более того, вложение в СМО, вложение в продвижение в социальных сетях, это, скажем таки, инвестиции, которым нельзя сказать, когда они окупятся. То есть это да, это безусловно, это имидж, это присутствие в социальных сетях, это присутствие на рынке. Дело в том, что сейчас та же самая, ну, очень большая спора на основных мероприятиях РОЦЭТа. То есть на секции происходит там, где мы говорим об эффективности, о подсчете тех же РОИ. Да, то есть и сейчас до сих пор специалисты, которые действительно как бы уже специалисты высокого уровня, не могут прийти к единому мнению. Соответственно, вот сейчас, я думаю, этот год рынок наконец-то вот конкретно по СМО, он устаканится, да, то есть как бы сформируется. Вот метрики, которые разрабатываются, они будут единые. И, соответственно, уже, я думаю, с следующего года это будет полноценное направление, на котором уже можно зарабатывать деньги и говорить уже четко клиенту, когда у него будет эта окупация. Отлично. Спасибо, Ален. Нет, спасибо большое.